Владимирскую область посетил генеральный директор Росети Центр Игорь Маковский. Он встретился с губернатором Владимиром Сипягином. Стороны обсудили развитие электросетевого комплекса, подготовку к отопительному сезону, а также работу филиала Владимир Энерго в условиях сложной ПИД-обстановки. Мы сегодня договорились о том, что мы, безусловно, исполняем все планы по обеспечению надежного энергоснабжения, в том числе и в предстоящий отопительный сезон 2020-2021 года, что мы исполняем все свои обязательства по подписанному соглашению с административной властью Владимирской области по исполнению программ цифровой трансформации. Потому что это эффект, потому что это эффект не только для компании, это эффект, в первую очередь, для потребителя. Владимир Сипягин поблагодарил Игоря Маковского за эффективную работу. Глава энергокомпании подчеркнул, Владимирская область – одна из шести регионов, где осуществляется пилотный проект цифровой трансформации электросетевого комплекса. Игорь Маковский проконтролировал ход реализации проекта по созданию единого центра управления сетями на базе филиала «Владимирэнерго». После завершения его строительства регион перейдет на качественно новый уровень электроснабжения. Владимирские энергетики активно внедряют систему распределенной автоматизации в сети. Это умное оборудование, которое самостоятельно, без участия нашего диспетчера, человека или электромонтера осуществляет восстановление энергоснабжения. И человек в диспетчер вмешивается только по отклонениям, если какой-то сбой в алгоритмах работы системы. У нас будет три района на территории Владимирской области. Это Суздальский район, это Александровский район и Судогодский район. Это 68 тысяч населения, это более 160 поселков, населенных пунктов, которые уже будут переведены в первую очередь в такой режим коммуникации с энергетиками. Подводя итоги визита, глава компании отметил, что основными задачами, стоящими перед энергетиками, стало повышение надежности электроснабжения с применением цифровых технологий и инноваций, обеспечение доступности электросетевой инфраструктуры, снижение потерь электроэнергии и развитие дополнительных услуг для потребителей.